понедельник 20 00 я опять с вами в эфире надя романова подключаемся потихонечку вот присоединение присоединяемся машет руками как там звук пишите лена когда великая любовь слегка коснется твоих печальных берегов и засияют в небе ласковое солнце на фоне чистых четвергов тогда свой посох и сумму бери в дорогу проси прощения и в путь все то что было и что будет слава богу теперь осталось только суть странник одинокий странник когда великая любовь тебя коснется и ты очнешься от греха прольются слезы и душа твоя взовьется весенней птицей в небеса тогда все скорби беды муки и печали как тени сгинут в никуда а мы на дорогах ты один стоишь в начале лишь одинокая звезда над тобою странник одинокий странник и 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 Одинокий странник. Так, простите, пожалуйста. Для тех, кто пытается подключиться к видео, скажите, пожалуйста, не подключайтесь, потому что я уже сразу ничего не вижу. Кто пишет, кто что пишет, как пишет. И мне приходится, вот видите, что делать приходится. Вот. Спасибо за то, что присоединяетесь. Пожалуйста, не включайтесь в видео. Мне непонятно, что дальше происходит в инстаграме. И что делать не знаю. Надо, чтобы еще какой-то человек, который бы мне вот тут помогал. Ну, однако, все равно, ладно, начну. Слава Богу. Я так понял, что я назову это наше вещание, называется, просто поговорим. Вот, я видел, что Электросталь, и Соликамск, и многие города выходят. Это очень интересно и очень необычно. Сегодня просто поговорим, да, просто поговорить. Иногда нам не хватает такого простого задушевного разговора. Я сегодня хочу рассказать, может быть, пару историй из своей жизни. И таких поучительных, которые для меня, они укрепили мою веру. И заставили более так относиться внимательно к событиям духовным, которые происходят в моей жизни. Вот ко мне подходят часто люди. И начинают говорить, что вот православные, вот я пришла в церковь, а там старухи на меня накричали. И, в общем, я надолго ушла, и что, и так не так крестишься, не так молишься, не так свечку зажигаешь. В общем, цепляются к внешним каким-то проявлениям. И вот, и это очень смущает людей. Ну, во-первых, это уже давно уже ушло. По крайней мере, у нас в храме Испания подсоединилась. Ого! Добрый вечер. Не знаю, в Испании вечер или нет. И что хочу сказать, что сейчас уже вот такого нет, чтобы приставали. Я, во-первых, и приучаю своих прихожан, говорю, что не, пожалуйста, не делайте замечания. Вы пришли помолиться. Какая вам разница? Что там делают другие люди? Вы же к Богу пришли, а не рассматривают других людей. В брюках они, не в брюках. Накрашены, не накрашены. С прическами, без причесок. Вот, пришел в храм, потупил взор свой и стой перед Богом. Господь тебя видит. Это самое главное. И в связи с этим я расскажу свою собственную историю. Белоруссия с нами. Много, много, много людей подключается. Слава Богу. Молдавия. Православная на связи. Ростов-на-Дону. Казахстан. Из Твери. О, мой город Тверь. Я заканчивал там музыкальное училище. Жил на площади Терешковой. На улице Рженикидзе было музыкальное училище. По классу гитары. Украина. Ну ладно, однако расскажу. Я еще только начинал свое воцерковление. И пошел в Францию, Ашкар-Ала, Германию. И пошел я, значит, ну мне нужно было, шел я мимо храма. Но так как я был крещеный, я думаю, зайду-ка я в храм. А в храм я, конечно, не ходил. Редко ходил. Я даже как сейчас помню. И, кстати, знаете, кто этот был священник, которым я там встретил? Это был отец Олега Скобля. Может, кто-то знает его. Певец, гитарист. В общем, интересный очень батюшка. Вот. Я зашел в храм. И смотрю, стоит священник, разговаривает с женщиной. Я подхожу и говорю, батюшка, вы не могли бы мне уделить минутку внимания? Культурно так говорю. Храм Антония Исийского. А, Горячевникова. Наташа. Да, вот. И я к нему подхожу и культурно спрашиваю, батюшка, не могли бы вы уделить мне внимания? А он мне говорит, а ты турок, вообще иди отсюда. Я опешил, встал, у меня просто столбняк. Я пришел в православный храм. Я православный. И меня отсюда выгоняют. У меня прям волна накрыла, голове кровь прилила. Я такой возмущенный. Я вышел из храма и думаю, я чтобы ногой еще пришел, пойду, уйду католиком или еще куда-нибудь. Там у них можно в шортах ходить. И вообще, сидя там, можно на службе находиться. А тут я пришел, и меня выгнали. И вот я сел и заплакал. Мне так обидно было. Сижу я, а мне ушли сколько-то лет было, я уже под 30, наверное, или за 30. Сижу и плачу на ступеньках храма. А потом, значит, я и думаю, нет, тут что-то не то. Вот мой пытливый ум, значит, начал что-то выискать во всем этом событии. Да какое-то рациональное зерно. Я думаю, а почему он меня выгнал? Вот вопрос у меня возник. Я возвращаюсь в храм, подхожу к отцу Олегу. И, значит, и говорю ему, батюшка, а почему меня выгнали? А он как раз закончил разговор. Разговор закончил, и он мне говорит, А ты знаешь что? Во-первых, когда ты заходишь в храм, ты должен перекреститься, поклониться алтарю, подойти к центральной иконе, приложиться, два раза перекреститься, приложиться, третий раз перекреститься, потом подойти к священнику, подождать, пока он закончит разговор с прихожанкой. И тогда, то есть, почему меня турком он возвал? Я говорю, почему турок? Он говорит, потому что понятно, что ты никогда и в храме-то не бывал, или просто приходил туда как турок. Ну, я не против турков и их как бы как национальности, но он не вел себя как турок в православном храме. И тогда до меня только и все дошло, и мы с ним хорошо побеседовали, и он меня тогда как раз и благословил в Антониевасийский монастырь, отец Олега Скобля. Чего про Терей, и у меня много песен. Что самое интересное, что мы-то с ним коллеги, так можно сказать, я тоже человек с гитары, священник с гитарой. Это, наверное, необычно. Видите, я даже веду свой прямой эфир с гитарой. Я потому что привык. Я за нее прячусь. Вот. Прячусь за гитарой. Мне так удобнее. Во-первых, я опираюсь на нее. Во-вторых, я могу, когда у меня кончаются мысли, вот, я же не какой-то вещатель, а просто у меня называется мой прямой эфир «Просто поговорим». Я просто выхожу и просто говорю. И когда у меня кончаются мысли, я пою. Вот. Или в подтверждение своим мыслям пою. Или придет еще какая-нибудь тема в голову. Вот. Но если я буду повторять песни, вы уж простите, потому что из прошлой передачи. В прошлой передаче у нас вообще был конец света, вы не представляете, где я сейчас записываю, значит, это прямой эфир. Это вагончик, который я приобрел за небольшую сумму, который привезли, краном выгрузили в моем садоводстве. Вот. Здесь топится печка. Я когда-нибудь покажу вам всю обстановку. Здесь немножко я разгреб. Вот. это все обшито досками от ящиков. Вот. Но зато здесь такая очень романтическая атмосфера. Я называю кельей. То есть это вещание идет из кельи. Вот. Я сюда убегаю, когда мне все уже достает, я уже не могу. Я сюда прибегаю и просто сижу или ложусь, или печку сжигаю здесь. Ну, в общем, мне один священник, батюшка, говорил, что если у тебя не будет воздуха в жизни, то ты быстро сгоришь. Я говорю, что такое воздух? Говорит, ты делай себе какие-то разгрузки. Вот один день отключи телефон, пошурши листьями на речку, не знаю куда, просто отключись от всего. Иначе ты быстро сгоришь. Вот я, вот сегодня понедельник, я вот ушел в этот вагончик и с вами нахожусь. Вот. Атмосфера, да, действительно уютная. Помогает мне Сергей, наш звукорежиссер. Без него бы сейчас, представляете, за пять минут до этого, до эфира опять выключили свет. Мы не знали, куда чего втыкать. Здесь у меня есть свечка. На всякий случай, если свет, значит, не отключат, то вы меня не потеряете из виду. Как в прошлый раз. В прошлый раз вообще все отключили, телефон отключился, и все. И на этом все закончилось. Я не смог не сохранить ничего, но передача была классная. Мне очень понравилось. Хочу быть здоровым, хочу, чтобы оно поскорее вернулось. Какую молитву почитать, подскажите. Болею коронавирусом. Я вообще рекомендую, молитв очень много, и каждый человек выбирает, какая ему ближе. Он должен понимать, о чем там речь. Вот это должна касаться его. Я вообще советую сочинять свои собственные молитвы. Это может быть даже дерзко, вот. Но ты же сам знаешь, что ты хочешь. Тут даже можно слово коронавирус вставить в эту молитву. В молитвах святых это может быть как-то мор, язва или что-то еще там, как это называется. Вот. И попросить Бога, что действительно тебе сейчас нужно. А что нам нужно в этой болезни? Когда я лежал месяц назад в коронавирусе, и мне ничего не нужно было вообще. Ни есть, ни пить. Я ничего не хотел. Я просто лежал, и у меня не было сил, даже думать не было сил. Я понял, что даже какую-то мысль подумать нам нужно усилий оказывается. То есть Господь нам дает благодать говорить, думать, и дает для этого силы духовные, душевные, даже физические. Если я выражаю даже свою мысль, я должен напрягать целую кучу органов, чтобы ее выразить. И руки у меня движутся, и голос, и легкие, и связки звуковые, и язык. И в общем, целая куча энергии хоть даже одно слово вымоет. А мы этого не бережем, мы не понимаем, мы болтаем. Вот, прости нас, Господи, может, я тоже сегодня болтаю. Но, наверное, пора пришла спеть песню. Я, наверное, какую-нибудь спою вам песню. Так как никто уже не помнит, что было в прошлой передаче, может быть, я что-то спою. Повторюсь. Так. Ну, на вопросы я, значит, можно дарить крестики, можно. Вот. На вопросы я практически не отвечаю. У меня монолог. Вот. Ну, кое-что вижу, вижу, и даже думаю, на что я буду. Вот, кто-то читает «Отче наш». А я читал Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Больше ни на что мне не хватало сил. Но зато я молился, действительно. Потому что очень хочется жить. Хочется жить. Так. Опять кто-то выходит прямой эфир и сбивает мне все. Выходит ко мне на связь. Не подключайтесь ко мне на связь на видео, пожалуйста. Песня. Я вам спою песню, которую я сочинил, будучи в Антонией Сийском монастыре, где я еще буду рассказывать, наверное, когда-нибудь, где я чудесным образом исцелился, где я почувствовал силу молитвы, вот, и почувствовал, что такое святое и его предстояние пред Богом. Преподобный Антонией Сийский в далеких лесах под холмогорами, архангельской епархии, бездомное голубое небо, озеро Сийское, Михайлово озеро и монастырь, которому 500 лет. И я туда уехал и молился, и Господь мне дал исцеление от смертельной болезни. И вот, да, Богородицы, я тоже читаю, Богородица Дева Радуйся, это вообще в любом случае, в любом случае жизни ее можно читать. Я спою песню, которую, вот, я вернулся из монастыря и написал ее. Она называется «Окунаясь в тишину храма». Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо Впереди сияет вся слава, поворачивая на право. Не спаду, душа моя, плачет преподобник, видишь, путь начат. Помоги мне в тишине храма, перед Господом стоять прямо. И на страшнем на суде грозном не соломой быть плодом, лозным и очнувшись выгребной Яме ощутить себя в святом храме. Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо. Я иду по тишине прямо. Я иду по тишине. Я иду по тишине. Это Антониево, Сийский монастырь, Архангельские парки, неподалеку от Холмогор. Оттуда, кстати, пошел в Москву Ломоносов из этого монастыря, так как его дядька служил в библиотеке монастыря и был библиотекарем. Поэтому понятно, почему Ломоносов с рыбным обозом, он, можно сказать, сбежал, притом подделал документы, что нехорошо, конечно, было. Но, с другой стороны, у нас не было бы Ломоносова. И он с рыбным обозом ушел в Москву. И он был совершенно образованным человеком. Представьте себе, что если у него дядька был библиотекарем в монастыре, а монастырская библиотека была одна из самых сильных и мощных у нас в России. Потому что монастырь занимался переписыванием книг. И Феодосий Сийский, в этом монастыре дал много святых. Я молился Антонию Сийскому. И что самое интересное, потом, когда прошло очень-очень много лет, меня в этот день, кстати, скоро будет 20 декабря, вместе с Нилом Столобенским память Антония Сийского. И меня, значит, рукоположили священники в этом же монастыре на день Антония Сийского. Сколько уже лет прошло? Не знаю, 10 или 11, 12. После того, как это все случилось, после моего исцеления, я просто взял благословение на строительство подворья в Петербурге. Подворье Антония Сийского монастыря. Это было, конечно, с точки зрения разума человеческого, это было безумие. Ну, какой-то архангельский далекий монастырь в Петербурге строит свое подворье. Ну, представь себе. Но я настолько был, настолько был уверен, что это будет. Добились благословения святейшего патриарха. Епископ Тихон Степанов, царство ему небесное, прекраснейший пастырь, человек великой души. Кстати, мне вчера Андрей Девичков, звонарь, один из лучших звонарей России, и сейчас у него центр звонарей есть, он прислал мне видео в Архангельске, полноценно зазвонили колокола в том храме, который закладывал епископ Тихон, храм архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных. Но он не дожил до того, чтобы увидеть, осветить этот храм. Но вот я вспоминаю это все, вспоминаю, как это все проходило и как это все начиналось, и те люди, отец Роман Ковальский, который рядом, неподалеку служит от нашего храма, который был, можно сказать, правой рукой владыки. Сколько они сюда туда вкладывали сил, как они заложили все это, ну, самую главную базу. Ведь что в жизни самое главное? Фундамент. Краеугольный камень, да? Как я исцелился, спрашивают, да? Как я исцелился? Это целая история. Я, наверное, буду ее рассказывать на протяжении всех моих вот этих передач потихонечку. Потому что в одну передачу. О, Маргарита присоединилась. Маргарита, Боже тебе благословение. Вот. Буду рассказывать вот всех моих это... Просто поговорим. Называется у меня такой цикл будет. Просто поговорим. Видимо, знаете что, видимо что? Над каждым человеком есть Божий промысел. Не видим, а точно. И когда человек идет не по своему промыслу, у него начинаются проблемы в жизни очень серьезные. Если человек нарушает заповеди Божии, вот что такое грех, да? Это нарушение заповедей. Да? Я не в часовенке нахожусь. Здесь снизу холодно. Снизу у меня ноги мерзнут. А сверху у меня тепло. Вот сейчас. Потому что топится буржуйка. Это в вагончике. А видимо, утепление тут пола нету. Вот. Ну я терплю ради вас. А надо тапки одеть или валенки. Валенки. Вы же все равно не видите, что я в валенках или нет. В общем, здесь вот все очень весело. Но я вижу главное на экране. Выплывают ваши сердечки. И у меня от этого тепло становится. И так, и что? 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 И над каждым человеком есть промысел. Если человек идет не по промыслу, у него большие проблемы. Еще люди. А что такое? Почему у меня все такое? Почему у меня все плохо? Да ты потому что, брат, ты не на связи с Богом. Ты поступаешь и живешь по собственной воле. И получаешь по заслугам. У тебя есть собственная воля. Направь ее к Богу. Помолись. Валенки подождем. А где их возьмут-то? Валенки. Серега с бегой за валенками. Ближайший магазин. В трех километрах отсюда. Мы же в деревне находимся. В деревне. Агалатова. Это Ленинградская область. Всеволожский район. Вот. Наденьте валенки, все пишут. Так. Спасибо, ребята. В следующий раз. Сейчас пока потерплю. Вот. Промысел над каждым человеком. И, видимо, тогда, когда я был молодым, я был очень гордым. Я, конечно, добивался того, чего хочу. Путями, какими только вот, лишь бы добиться. Вот. Да. На свою глупость и на свою гордыню, как бы. И так получилось, что меня Господь остановил. Бывает, Господь вмешивается в человеческую жизнь, когда человек, ну, для того, чтобы спасти его. Через житейские обстоятельства. Я буду потом рассказывать. Вот. А может, тапки у меня есть какие-то? Вот. Тапки одел. Вот. Уже теплее. Все. Спасибо. И я оказался в реанимации. В состоянии комы. Меня Господь пригласил на тот свет. Это было страшно. Расставаться с собственным телом, это страшно. Я когда сейчас отпеваю покойников, я вспоминаю этот момент. У меня особое отношение к покойникам, когда я вижу человека, я понимаю, что рядом где-то его душа. Вот она все видит, слышит, все чувствует. Вот. Она видит своих родственников. Она скорбит, когда люди там рыдают. И она радуется, когда люди радуются. Но эта радость должна быть духовной. Духовной. Вот. Опять кто-то подсоединяется и закрывает мне весь этот... Не присоединяйтесь, пожалуйста. Я не понимаю, как теперь это учить. Я не вижу, что мне пишут из-за этого. Как дальше? Я не знаю. Ну, никак не буду. Буду просто так говорить. Вот. В эфир не подсоединяйтесь, пожалуйста. Ну, просто смотрите. И... 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 И там произошла встреча с Богом. Ну, конечно, Бога я не видел. Но то, что там происходило, у меня изменило все... Все мою жизнь. То есть я вернулся совсем другим человеком. И, конечно, я вернулся верующим. 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 Ну, таким образом я в итоге попал в монастырь. Юрий Юлианович Шевчук меня туда отправил помирать. А вместо того, чтобы помирить, я там выжил, ожил, читая Акафист преподобного Антонио Сийского. Я думаю, что... Знаете, что я думаю? Что надо найти такого святого себе в жизни, который... Ходатайствовал перед Богом. Это, может быть, ваш, ну, небесный покровитель. Вы же те заименитые какому-нибудь святому. Александр Невский, там... Как сегодня Екатерина, святая великомученица Екатерина. Кстати, всех Екатерин поздравляю с этим праздником. Это очень сильная святая. И мне кажется, что с такой святой и проблем нет, если к ней обращаться. Это очень сильная святая. Которая угодила Богу своей чистотой, верой искренней. Вот этим перенесением... Ну... Перенесением... Сейчас мы боимся палец уколоть, да? А представляете, вам ногти выдирают. Или кожу сдирают. Или бросают в кипящую смолу. И какая нужна вера, чтобы... Остаться... Преданным. Вот я постоянно размышляю над этим. Вот я смогу, так или не смогу. Дальше, как вот... Ну... Если мне будет предложено там... Как Евгений Родионов, да? Полгода человека мучили. Мальчишка, можно сказать. Восемнадцатилетний. Вот. Предлагали ему снять крест. Вот. И голодом. И говорит, да что тебе... Мы оставим тебя живых. У тебя еще жизнь. Ты еще семью заведешь. Сними крест. Полгода. И в итоге ему отрезали голову. И вся эта история своего матери. Батюшка, как изменить свою жизнь? Нужен белый лист. Вот. Надо перевеснуть все свои страницы. И начать с белого листа. Но это не означает, что у тебя ничего не было. Во всем, что было, надо покаяться. Особенно... У меня такое покаяние было в монастыре. Я так плакал. Я все осознал. Всю свою греховную жизнь. Я хотел просить у всех прощения на коленях. Чуть ли не у всего мира. Потому что я пребывал в гордыне. И нужна очень сильная встряска. Чтобы это осознать. Но гром не грянет, мужик не перекрестится. Знаете такую поговорку. Вот грянул гром. И вот моя жизнь изменилась. Я в итоге остался священником. Но я не святой. Меня так же мучают всякие страсти, пристрасти. Но у меня уже есть такой опыт. И все-таки в итоге выбираешь главное. Вот. Раньше можно было повестись на какую-нибудь мекину. На какие-нибудь фантики. Вот. Ну, пришло время песни, значит. Чтобы такую спеть вам. А где-то там, в небесах, где нет ни боли, ни страха, ни слез. Лишь только вера в глазах. Лишь только вера в глазах. Сияет сотнями звезд. И в этой горестной тьме. Печально это ее доли земной. Легко и радостно мне. Когда любовь есть со мной. Ну, как же соединить. Любовь земную с небесным огнем. И как мне жить без границ. На перекрестке своем. Душа стремится туда. Где будет новая жизнь или смерть. И я узнаю тогда. Зачем я должен здесь петь. Зачем я должен здесь петь. Душа стремится туда. Где будет новая жизнь или смерть. И я узнаю тогда. Зачем я должен здесь петь. Ну, как же соединить. Любовь земную с небесным огнем. И как мне жить без границ. На перекрестке своем. На перекрестке своем. А где-то там в небесах. Где нет ни боли, ни страха, ни слез. Лишь только вера в глаза. Сияет сотнями звезд. И в этой горестной тьме. Печальная таю доли земной. Легко и радостно мне. Когда любовь есть со мной. Легко и радостно мне. Я нахожу. На ветер. Я не могу. 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 Я хочу. песня у меня знаете у меня так получается в жизни что все все соединяется и песни и размышления и жизнь это становится одним целым наверное вот к этому надо идти потому что мы мы же разные да вот сейчас вот я выйду с передачи такой здесь добрый пушистый пойдут домой народу жену значит чем там выпью водки и при пойду соседу поставлю фингал ну это разве это нормально то есть я плавно перетеку к другому деланию и она будет цену тоже духовно вот что вот все у нас стремится то есть надо все сверять с божьей волей да вот чтобы постоянно находиться перед очами божьими как будто господь на тебя смотрит как будто ты у него на ладошке находишься а это очень тяжело нам хочется куда-нибудь скрыться какие-нибудь кусты и там натворить что-нибудь а вот мой господи натворил помоги мне спаси меня ой я не знал что так что так будет спаси сохрани а ведь все знали у врага нашего рода спасения есть интересная очень такой прием он отключает нашу волю отключает сознание на некоторое время и мы мы сами даже с удовольствием это делаем когда есть любимый грех сначала приходит мысль и мы ее потом реализуем когда прилог вот потом сопрягаемся спрягаюсь с этой мыслью и происходит грех а потом раз и приходит что я надел покаяние да такое что я делал вот я знать что вот почти на каждом исповеди я говорю знаете говорю будьте внимательны научитесь сдерживаться просто сдерживаться гнев у нас здесь вот находится рядом вот он здесь гнев мы не успели ничего уже все вырвалось осуждение раздражение все близко это у нас такие механизмы отработаны вот и надо конечно надо контролировать себя контроль сдерживать свой язык есть такой способ знаете носить в кармане бутылочку с крещенской водой и как только вам хочется сказать что-нибудь грубое или вот его же сейчас вот сейчас я скажу сейчас берете крещенской воды в рот и раз и все и вдруг понимаете что ничего не надо говорить проходит минута и вы говорите слава тебе господи что я ничего не сказала и не сказал потому что все оказалось наоборот а если бы я сказала или сказал то как его последствия были что получается что потом по нашей гордыне мы еще продолжаем отстаивать свою неправду вот очень часто бывает ну чтобы казаться таким вот праведником с праведным гневом так сказать да я думаю можно и после кого рябкнул и водичкой запить тоже можно для осознания до крещенскую воду в таком случае можно пить я думаю потому что потому что результат есть а результат духовный сейчас идет пост до пост мы стараемся что-то не есть кулинарный пост да он возьмите любого вегана или какого-нибудь там сыроеда а еще есть санциеды очень разные тоже люди которые вообще-то на одной сырой морковки живут и и что они ну как бы в чем их духовность понимаете кто-то лучше перцев рот фуфа классно я еще не придумал такую перцев рот берешь стручок перца и как хочется сказать но я извительно раз себе перцы в рот и тут же забыл о чем хочет сказать а когда обижают несправедливо боль в груди как справиться один монах говорил так по гордыньки проехались и гладил свою грудь в районе души и сердца слава богу по гордыньки проехались и даже благодарил обидчикам а как 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 сказано надо возлюбить того кто тебя обижает а если ты перетерпишь напрасно но если ты перетерпишь напрасно то вообще получишь бонус на небесах вот это такое очень очень большое достижение когда человек переносит напрасно вот и очень тяжело хочется доказать что ты ты не такой как им тебя представляют у меня значит я был одно дело очень я очень много себя отдавал день и ночь я отдал даже свои деньги что продал жить жить жилье вкладывал это все дело вот и меня в конце объявили обвинили в воровстве вот и я был не готов к этому меня увезли значит на скорой помощи с подозрением на и ночью был гипертонический криз вот но потом потом я вот прошло время я вывел для себя некоторые формулы и и когда все это теперь сейчас происходит я уже я уже ну она на фоне своего собственного опыта я достаточно легко это переношу то что уже знаю как это бывает и чем-то заканчивается да вот ну давайте что-нибудь сейчас пою у меня есть песня такая давай пожалеем друг другу давай пожалеем друг другу прижмемся и будем молчать и пусть не порочного круга на нас прибывает печать и будем возвышенно мыслить о счастье которого не выравнивать чувства и числа во мраке выискивать свет во мраке выискивать свет давай пожалеем друг другом давай посидим помолчи вот такой темпа темпа ритм жизни у нас что не успеваешь ничего сообразить вот бежишь и особенно сейчас вот такая многозаботливость такие многостаночники бегают и надо семью содержать и многие вопросы решать жизнь современная чуть что-нибудь упустишь все вот тебе уже поддых дали но вот я я считаю так что в храме или даже уверен молитвы мы можем остановить время ну вот допустим молитва да ведь может так сказать очень наши жители не беседу с птицами тварицарты будет ворты от не сильно сильно это же но это разве молитва да а я а может так прочитать молитву господи иисусе христи сыне божий помилуй меня грешно если вот так вот прочитать вдумываясь каждое слово и пропускаю через себя все это совсем другая молитва и время останавливается время замедляется секрет долголетия надо молиться медленно и вдумчиво вот секрет нашего долголетия как научиться любить из кувшина может вылиться только то что в нем есть вот как и себя выдавить любовь если вас нет любви представьте себе да вот тюбик из подзывной пасты если там нет пасты что-то из него выдавишь а то есть надо наполняться любовью а как ну ты же не будешь быть я всех люблю я всех люблю на уровне самоношения да нет мне кажется что если обратиться тоже к богу мне кажется что за счет божьей благодати можно научиться любить и еще есть способ надо делать дела любви делать дела любви стараться мне бывает очень трудно себя поднять и вот занимаюсь чем-то да и знаю что там где-то человек в больнице или его надо причастить или что-то там происходит но думают но обойдутся без меня там какой-то другой священник может быть там или кого-то может просить а потом себя вот понуждаешь берешь просто себя за шкирку и и пошел говоришь все надо но когда ты приходишь туда уже на на место и выходишь оттуда ты понимаешь что ты сделал правильно и каждый раз об этом забываешь все равно вот об этом эффекте что после принуждения господь дает человеку благодать когда принуждаешь себя на доброе дело навестить больного в тюрьму связать носки я не знаю там написать письмо маме позвонить человеку как скат которым ты не виделся сто лет и и которым не хотел бы но понимаешь что все-таки надо ну вообще можно писать такие списки у меня есть такой список он не то чтобы не то чтобы как когда делать нечего а просто такой список ты вот просто сел и и не знаю что тебе дальше делать ты просто достаешь а там написано пойди в огород пойти в огород и перенеби не перенести дрова с там с места на место куда-то полениться ты в расставишь и делаешь и не надо ничего думать пишите такой списочек и что можно было бы сделать будущем и обязательно там надо какие-то с помощь или от молодой человек ко мне приходит храм батюшка я такой весь все в религиозных размышлениях я мучаюсь у меня вся душа изболелась я уже не не ем не пью прошел всех врачей они не знаю что со мной вот и уже там и психиатры психологи все никто диагноз не могут поставить а я могу а ты возьми вот организация здесь есть при храме неподалеку и которая кормит бомжей иди и корми бомжей и ты поймешь и ты прочтешь ответ на все свои вопросы в их глазах и в их благодарности вот вот как я думаю что надо будет какой-то действенный любовь это всегда жертва если ты ну где взять любовь ты жертву и она она тебе будет копиться такой процесс накопления просить у бога то что бог есть любовь просить у бога любви но в то же время у каждого каждого своя мера мира который может понести то что можно и сломаться и погибнуть можно там кто-то кто-то там про маму писал поговорим про маму я просто цену импровизирую что возникает в голове и благодаря вашим тоже письмам то что ты пишешь я читаю иногда щурю глаза нужно среди они не очень ну песня маме облака плывут по небу видно в дальние края я не знаю был или нет в этой жизни счастлив я только помню в детстве где-то в деревенской тишине голос мамы солнце лето занавески на окне я бы вместе с облаками улететь в родимый край и шепнуть тихонько маме никогда не умирай облака плывут по небу видно в дальние края я не знаю был или нет в этой жизни счастлив я там вопрос поступил по поводу милостыни да подошла к человеку он просил по помощи подошла он попросил чекушку купить это очень печальная история очень печальность я обычно заговариваю с этими людьми и вот задаю вопросы как тебя зовут ты откуда что случилось на конечно у многих есть версии они уже ну как бы есть версии по низкой версии своей собственной жизни конце каждой версии мы должны плакать вот потому что он эти люди вызывают жалость хотят вызвать жалости состраданию и в итоге ну чтобы человек он накормил напоил и выпить еще выпить сюда но они эти люди по собственной воле практически попали в эту ситуацию или не имея собственной воли будучи безвольными да но это все равно же воля конечно очень хочется очень хочется им помочь чем помочь не знаешь но в каждой ситуации до данный момент нужно решать просто тем гайша но хорошо я не могу тебе купить водки но я могу тебе купить допустим колбасы вот он не ножами для колбаса я хочу в водке но цвет но извини тогда ты прости меня не могу ничем тебе помочь на водку не могу дать то что умрешь но если человек ну да я бы значит надо сходить магазин или вместе с ним взять его и купить ему еды или гатья отдаваясь с тобой вместе пойдем эти куплю то что тебе надо чем каждый раз надо под подходить вот бывает сейчас вот видите у нас юродивых нет нет они есть вот только они короче не знают что не юродивы вот юродивых таких нет явно как раньше василий дом блаженный еще кто-то ксения петербургская много много разных вот ради христа которые взяли приняли рост сейчас юродивы у нас вот такие вот они вы родились и сейчас у нас свою юродивы и алкоголиков но они тоже божьи и люди о как раз пою песню песня про бомжа как-то так а и и и и и и Мерзнут лужи, звезды, облака Я не нужен никому пока Снится дом и вкусная еда Только так не будет никогда Я не бомж, я странник в этом сне Я иду по краю бытия Я забыл все то, что нужно мне Помню только боль, она моя Тесен мир, как старое пальто В лестнице подъездит пустый свет Я иду, зовут меня никто Просто пригласили на обед Субтитры создавал DimaTorzok Там, на перекрестке всех дорог Слуги отыскали, говоря Брат, ты голоден, устал, продрог Встань, иди на пир царей-царя Субтитры создавал DimaTorzok Мерзнут лужи, звезды, облака Видно, нужен Я пойду Пока Спасибо за ваши отклики Я не могу отвечать на все вопросы Вы можете выйти на мой канал Ютуб-канал Анатолий Першин Вот, можете выйти 2101, спасибо, Лена Ого, я уже перешел У кого У кого 20-57 У кого 20 Слушайте, ребят, у вас разное время у всех Как вы живете? Разные часовые пояса Ага Ну ладно Ну, буду прощаться Я хотел рассказать, конечно Про этого бомжа Про которого Про которого эта песня Ну ладно Когда-нибудь в следующий раз Я еще песни буду повторять Потому что я забуду О чем я говорил в прошлый раз У меня После коронавируса Такой эффект Знаете, как хорошо? Ничего не помнишь И кажется, что все уже сделано Очень хорошо И каждый день новости И каждый день новости И каждый день новые дела А на Украине 20.02 Спасибо, 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 спасибо Вас слушает Хмао Кто такой Хмао? Я не знаю Х-М-А-О Что за Хмао? Такой я еще не встречал страны Ну давайте песню какую-нибудь Спасибо, да Молодцы, ребята, что подсоединились Вот Теперь следующий понедельник В 20.00 Какую-нибудь песню еще спеть вам Пою вам песню Ну вот и Да, в следующий раз С валенками обязательно Валенки возьму Не подшицы старенькие Ну вот и Осень на исходе Очень актуально Ну вот и Осень на исходе Грустит береза У окна А в сердце тысячи Мелодий А жизнь одна А жизнь одна Уж в облаках Исчезли птицы Им будет труден перелет Нам умереть и вновь родиться Жизнь не дает Жизнь не дает Не знаю, поздно Или рано Не знаю, нужно Или нет Душе моей Как птицы странно Лететь на свет Лететь на свет Субтитры подогнал «Симон» Метана Но вот и осень На исходе Грустит береза У окна А сердце тысячи Мелодий А мне нужна Всего одна Жалко с вами расставаться Но время пришло Хочу сказать Вот такая мысль у меня возникла Я веду передачу Лаврские встречи Если кто-то не смотрит Наберите в интернете Лаврские встречи Я 8 лет веду музыкальную передачу И там В одной из передач пришло к мысли Очень интересной мысли Что во время того, когда мы поем Или слушаем песню Мы меньше грешим То есть это время без греха Да Если конечно песни духовные Какая женщина Мне бы такую Если они имеют духовный смысл То мы живем во время Наша передача Просто поговорим Она имеет такой духовный смысл Божьей всем помощи Божьей благословения С вами был отец Анатолий И Сергей Шереговский Который Звук Я его не покажу Может когда-нибудь покажу А чтобы больше всем помощи До свидания Спасибо Как выключить? Не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok